Приветствую вас, друзья! С вами снова Аквафермер Антон, наш замечательный канал. Сегодня будет очень интересная тема выпуска. Она будет посвящена, скажем так, первому серьезному проекту, который реализован в городе Барнауле. Итак, ну прежде всего хочу рассказать о проектах. Мы, в принципе, помогаем тем, кто хотел бы построить свое УЗВ по выращиванию осетра, по выращиванию форели. Составляем проекты. Я до этого на своем канале это не озвучивал, хотя на сайте эта информация всегда была. Поэтому, пользуясь случаем, сразу хочу сказать, что да, мы это делаем. Стоимость составления полного проекта, который включает в себя и подробные чертежи всех узлов, и, соответственно, описательную часть, спецификацию, техническое задание к инженерным моментам, да, касательно электричества, касательно водоподведения, канализации, техническое задание на автоматику и так далее, да. В комплексе этот проект, который называется рыбоводный проект, в части технологические решения, стоит 250 тысяч рублей. Это мы говорим о объеме там до 20 тонн, да, вот такой производственной мощности. Если нужен объем больше, то данная задача уже отдельно рассчитывается. В общем, здесь мы такие услуги оказываем. Теперь конкретно к этому проекту. Значит, в июне месяце ко мне обратился заказчик, его имя Анатолий, с тем, что хотел в складском помещении организовать производство ситров на мясо посредством технологии замкнутого водоснабжения. Достаточно быстро мы пришли к пониманию, как все это можно сделать. Согласовали все моменты и принялись за дело, да. Значит, наша команда взялась за выполнение этого проекта в июле месяце. Сейчас у нас октябрь. То есть, вот, грубо говоря, в эти сроки мы управились по производству оборудования, а также по его монтажу и пусконаладке. Значит, ну, для того, чтобы долго не распинаться, не рассказывать, есть много видеоматериалов, поэтому я предлагаю дальнейший просмотр переместить уже в плоскость видеоряда, для того, чтобы у вас было более цельное понимание о том, как это все происходило в хронологическом порядке, да, и что, соответственно, нам удалось построить. Итак, на ваших экранах сейчас складское помещение. Вот вы сейчас можете наблюдать, то есть оно достаточно внушительных размеров. Мы имеем здесь в общей сложности линейные размеры 12 на 44, то есть 500 квадратов площади, 8 метров высота потолков. Хорошо видно, что это старое советское еще сооружение. Можете заметить, что в верхней части находятся рельсы, то есть ездит эльфер по ним. В общем, вот так вот это выглядело на тот момент, когда мы решили, что скоро здесь будет рыбоводная ферма. Итак, вы видите, что цех уже имеет ворота, которые непосредственно позволяют заезжать сюда в том числе и грузовой технике. Также здесь уже имеется подведение канализации для, соответственно, слива стоков с бытовых помещений. Здесь уже имеется подведение магистрали с отоплением. Вы видите их в левой части, то есть отопление. Цех теплый, снабжается отоплением с территории предприятия. Итак, вы сейчас видите, как загружается транспорт, то есть целая фура. Вот, считайте, все оборудование, оно влезло полностью в кузов одной фуры. То есть вот эти там 40 условно кубов полностью были заполнены оборудованием, которое выехало с Петербурга и здесь производилось в течение примерно одного месяца. Итак, на фотографии вы сейчас видите нашу дружную команду. С левой стороны ваш покорный слуга, справа мой тезка Антон, затем Александр, с правой стороны его сын Максим. То есть вот этой вот замечательной дружной командой, этим дружным коллективом этот проект и был воплощен в жизнь. Итак, мы приступили к монтажу. Здесь на своих экранах вы видите весь материал, который вот разгрузили с фуры. Видно листы полипропилена, дегазаторы, видно трубы. То есть все вот это вот сейчас здесь аккуратно сложено. Мы приступили к сборке, к монтажу. Вот, соответственно, первый день монтажа, да, выглядело это вот таким вот образом. Здесь видно и барабанные фильтра, и оксигенаторы, и трубы ПВХ. Ну, соответственно, все видите на своих экранах. Кроме того, видите биологическую загрузку, мешки, каждый мешок 100 литров. Бермаксовская загрузка, S800 модель. Здесь на экранах видите барабанные фильтра. Сзади видите в рулоны смотанный полипропилен для бассейнов. Ну, вот хорошо видно редуктор, двигатель. Это емкости, которые потом участвуют в контуре для озонирования. В первую очередь разбираемся с полипропиленом, из которого у нас будут монтироваться сами наши рыбоводные бассейны. Итак, мы приступили к монтажу. В первую очередь, конечно, мы монтируем бассейны. Вот видно, каким образом фрезуется край полипропиленовых листов, для того, чтобы в дальнейшем можно было стыковать их и делать подложечку, да, дно для бассейна. На этой фотографии видно уже спаянный квадрат, то есть несколько листов спаянный между собой, перед тем, как из них будет вырезаться ровный круг, который станет дном бассейна. Сейчас на экранах вы видите, как сделаны уже первые контуры для бассейнов, то есть из рулонного полипропилена, да, по окружности они соединяются. На фотографии видите, каким образом, да, после этого провариваются. Ну, дальше уже, понятное дело, соединяются с днищами, которые мы подготавливали до этого. Сейчас на экранах вы видите промежуточный итог. Часть бассейнов уже сварена, кроме того, смонтирована часть труб. По поводу того, что это за трубы, сразу говорю, трубы хоть и красные, пусть это вас в смятение не вводит, они не из ПВХ изготовлены, это полипропилен. Соответственно, он замечательно варится, поэтому вот эти вот белые ободочки, которые вы можете видеть на стыках, это как раз места сварки этого полипропилена. То есть в данном случае сами бассейны и сами трубы, все это представляет собой единую монолитную конструкцию, они все между собой провариваются во всех стыках. Итак, на ваших экранах уже первый пробный запуск воды. Вот вы видите емкость с биофильтром. Наверняка у вас могут возникнуть вопросы по поводу того, что это за белый материал использован. Ну, сразу отвечаю, трубы использованы ПВХ, клеевые, а материал этот белый, это вспененный полипропилен. Итак, вся система, то есть обе линии у нас полностью наполнены водой. Вот вы сейчас видите, как это выглядит со стороны, все смонтировано. Пусть вас не смущает наличие труб и пеноплекса, то есть полы будут в дальнейшем засыпаться и монтироваться, то есть, ну, соответственно, уровень пола, он будет выше. Сейчас вы видите УЗВ с другого ракурса. Ну, начнем от биофильтра, да. Соответственно, первый бассейн — это и есть биофильтр. С левой стороны труба ПВХ — это воздуховод. Идет барботация, засыпана загрузка. Пусть не смущает, первое время она всегда находится сверху шапкой, затем она тонет. С правой стороны видно трубы из державейки, это контур отопления. Ну, соответственно, биофильтр правый. Также видно с правой стороны воздуходувку. Барботация идет полным ходом. С дальней стороны видно приямок. Это, соответственно, то место, откуда насосы уже забирают на дальнейшие узлы воду. Барабанный фильтр. Здесь на паузе, да, остановимся поподробнее. То есть три трубы, которые заходят, это 160-е трубы, они заходят в барабанный фильтр, сразу непосредственно в барабан. Приямка здесь никакого нет. Барабан усилен металлическим профилем. Соответственно, труба, которая чуть выше находится, 110-е, выход это и есть, она съедена с лотком, это и есть выход уже грязной воды из барабанного фильтра. С правой стороны видите три трубы, 160-е, они уже идут непосредственно на биофильтр запаяны. Вот я сейчас открываю крышку. Здесь хорошо видно, что используются железные форсунки. Соответственно, барабан погружен в воду. Сетка 60-е, барабан отлично функционирует, включается раз в пять минут, все как положено. Сейчас хорошо видно щит автоматики. Бассейны непосредственно, они заполняются водой, то есть сейчас система циркулирует. Отдельно хочу остановиться на правых блоках, которые вы сейчас видите, это дегазаторы. Итак, дегазаторы. Что из себя представляет? Дегазатор представляет из себя короб, сделанный из полипропилена, внутри которого находится специальная вставка, которая также делается из полипропилена и представляет собой большой блок сетки, очень похожий на модули орошайки. Соответственно, там много ячеечек, эти ячеечки соединены между собой, и водичка, проходя по ним, оксигенируется и освобождается от углекислого газа, а также лишнего азота. Причем происходит это очень эффективно, благодаря тому, что она не просто стекает вниз, а она устремляется навстречу воздушному потоку, который подсасывается из нижней части лотка, который, как вы видите, находится снизу дегазатора. То есть вот с этого места, со всей вот этой вот окружности подсасывается воздух. Почему он подсасывается? Потому что сверху дегазатора находится труба, ее хорошо видно, 110-я труба. Эта 110-я труба подсоединена к принудительной вентиляции, которая, соответственно, создает у нас этот подсос воздуха. И получается ситуация, когда с одной стороны у нас льется вода, а с другой стороны навстречу этой воде у нас подсасывается воздух. При соотношении нужном мы получаем эффект не только так называемого биофильтра орошайки, а получаем именно эффект дегазации. Поэтому этот блок мы и назвали дегазатор. Он отлично себя показал в наших экспериментах, поэтому на нем остановился вот отдельно. В общем, здесь мы его использовали. Ну, здесь, соответственно, сделан перелив. Ну, хорошо видно, как он выглядит. То есть 110-я, верхний забор 160-я. Вот у нас водичка циркулирует. Швы, напомню, у нас все проварены. Вернемся к узлу очистки воды. Синий бак, как вы уже, наверное, поняли, это бак, где у нас выдерживается вода, обработанная озоном. Здесь у нас находится узел насосов. Как видите, четыре насоса. Крайний левый – это насос, который подает у нас контур на озонирование и дальнейшее выдерживание воды. Сейчас вот хорошо видно, это у нас контур отопления. То есть трубы идут и подогревают нашу систему. Хорошо видно сейчас приямок. Там находятся датчики, сигнализирующие о падении уровня воды. Сейчас отдельно остановимся. Значит, воздуходувка берет воздух непосредственно из помещения. Вот этот шланг – это у нас кислород жидкий. Итак, жидкий кислород, шланг, подходит перед тем, как разделиться на обе линии. Подходит сюда. Здесь ротаметрами корректируется, сколько непосредственно кислорода нам надо подать на озонатор. Озонатор хорошо видно. Озонатор вырабатывает 60 граммов озона в час. Это более чем достаточно для такого объема. Здесь вы видите оксигенатор. Оксигенатор полностью работает только на озон. С этой стороны хорошо видно щиток. Здесь видно автоматы для управления теми или иными узлами. Как видно, это насосы, воздуходувка, сигнализация. С этой стороны отдельный ящик. Им можно управлять барабанным фильтром. Отдельно хочу остановиться на оксигенаторах. Каким образом сделана вот эта отдельная линия, которая насыщает воду в бассейнах кислородом. Как вы понимаете, дегазаторы дают воду с насыщением под 100% в наши бассейны. Но если мы используем бассейны, нагружая их плотностью повыше, естественно, нам нужно еще больше кислорода, потому что, повторюсь, водообмен здесь полуторакратный. И тогда мы включаем уже линию, которая идет через оксигенаторы. Вот вы видите, стоит один оксигенатор. Соответственно, он идет один на два бассейна. Вы видите, как сделаны магистрали. Краны регулируют, соответственно, подачу. И чуть дальше, вот видно, с правой стороны стоит ротаметр, по которому мы можем контролировать количество кислорода, которое давится с бочки непосредственно в этот оксигенатор. Вот вы видите, как разведены магистрали. То есть тоже использованы клеевые ПВХ-трубы. Вот она магистраль с кислородом, которая, соответственно, заведена. И сейчас я вот выше покажу, каким образом осуществлена врезка. Обратный клапан, да, вот заметили сейчас обратный клапан. Он необходим для того, чтобы в случае чего у нас, соответственно, по нашему шлангу не пошла вода. Вот вы сейчас видите на своих экранах, как сделана врезка. Ну и, соответственно, вот в эту точку мы подаем кислород. Вода сверху бьет, сверху происходит растворение. Мы получаем наши бассейны, воду уже насыщенную кислородом. Там, ну, до 200% это совершенно без проблем. Она насыщается на таком узле, никаких вопросов нет. Итак, сейчас я показываю полный план еще раз. Так, система полностью смонтирована, поэтому мы поехали за рыбкой. На экранах вы сейчас можете видеть моего не только коллегу по аквацеху, но и по блогерству. Это Артем Кузнецов. У него тоже есть канал на ютубе. Он занимается выращиванием осетров в Бийске. Наших первых жителей мы, соответственно, приобрели именно у него. Вот сейчас вы видите на своих экранах, как мы грузим их для того, чтобы отвезти на новое место жительства. Сибирские осетры, навеска 1 кг. В общей сложности взяли их 100 кг. Ну и вот так вот в еврокубе с использованием баллона с кислородом замечательно до Барнаула довезли. Итак, как вы видите, рыбка себя чувствует хорошо. На момент снятия этого ролика прошло уже больше недели. Аппетит у нее хороший, поведение замечательное. Рыба воду приняла. То есть все наши исследования воды, вся наша работа, которая была проведена для того, чтобы производить вот это первое зарыбление, все, соответственно, было не зря. Все было сделано четко. Ну, в целом, мне кажется, что есть уже понимание по тому, как работает это УЗВ, по его мощности. Повторюсь еще раз, что мощность данного УЗВ составляет 190 метров кубических именно воды в рыбоводных бассейнах. По нашему проекту в таком объеме воды можно содержать до 10, одномоментно может находиться до 10 тонн осетров, без, соответственно, потери, скажем так, без потери эффективности в их росте. Да, то есть, ну, по большому счету, согласно цифрам, можно и больше сюда затолкать, но, как практика показывает, это будет вызывать стресс, может вызывать повышенную заболеваемость, падеж, увеличение кормового коэффициента, ну и разные другие негативные вещи, которые я считаю, что лишние. То есть, как вы помните в предыдущих роликах, я являюсь сторонником того, что больше 50 килограммов на куб, а осетра в бассейне сидеть не должно, ну, просто потому, что это издевательство над этой рыбой, она донная. Ну, в общем, не буду повторяться, про это я уже говорил. Итак, по системе вроде как все вам рассказал, надеюсь, есть понимание, что мы, соответственно, сделали. Клиент на данный момент доволен, чуть позже мы еще снимем ролик о том, как непосредственно чувствуют себя питомцы, когда их здесь станет уже много, когда это будет уже там не одна тонна, то есть будем держать вас в курсе. Это первый наш такой большой проект, который сдан заказчику и непосредственно уже начал работать. Итак, друзья, надеюсь, этот ролик был вам интересен, надеюсь, вы подчеркнули для себя что-то полезное. Как видите, нами использованы определенные новые вещи, новые подходы. При этом мы не останавливаемся, мы постоянно ищем, как можно сделать УЗВ еще эффективнее, а главное, еще экономичнее. Поэтому мы с вами так вот тихим-тихим ходом добрались до самого интересного. А сколько же это все стоит? Наверняка каждый из вас задавался этим вопросом, как только я, в принципе, начал все это дело показывать. А сколько стоит вот сделать что-то подобное? Смотрите, я стараюсь сделать так, чтобы УЗВ, а именно оборудование и его монтаж, укладывались в стоимость меньшую, чем стоит объем рыбы, который в этом УЗВ будет жить. Другими словами, если мы говорим о УЗВ вот этом, где может одномоментно содержаться 10 тонн осетровых, то мы говорим о том, что даже при оптовой цене этих осетровых, ну пусть в 650-700 рублей, мы говорим о 7,6,5 миллионах рублей стоимость этой рыбы. Так вот, при заказе данного УЗВ у нас, соответственно, мы складываем два основных компонента. Это производство оборудования, которое, как вы понимаете, мы делаем сами, и непосредственно монтаж этого оборудования с его пусконаладкой выходит, соответственно, в эту сумму. То есть вот по этому УЗВ вот вы можете ориентироваться таким вот образом. То есть вот максимальная нагрузка по рыбе, умножаем на стоимость этой рыбы, получаем цифру, сколько будет стоить это сделать. Я точно знаю, что за эти деньги на территории России сейчас нету предложений, которые могли бы оказать вот такую комплексную услугу по непосредственно производству оборудования, по его монтированию, по его пусконаладке, а также по дальнейшему ведению за такие деньги. Поэтому мы надеемся, что мы будем полезны нашей стране и развитию рыбоводства в частности. Надеемся скоро порадовать вас другими роликами, потому что сейчас в работе находится не только этот проект. То есть вот этот введен и уже запущен, рыбка плавает, а другие, соответственно, находятся на разной стадии исполнения. Где-то еще делается оборудование, где-то составляются чертежи. Итак, на этом прощаюсь с вами. Надеюсь, что все это дело было вам полезно. Звоните, пишите. Всего вам доброго. Друзья, помогите сделать мой молодой начинающий канал лучше. Пишите те темы, которые наиболее интересны для вас. Именно эти темы я постараюсь осветить в самых ближайших роликах. Помогите понять, что для вас наиболее интересно, что вызывает самые главные вопросы на вашем пути к созданию своего собственного УЗВ. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Инстинги. До новых встреч! Редактор субтитров субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова